ЛБН-парк в немецком Магдебурге, яркий пример того, как буквально на пустом месте может появиться почти райский сад. Вернее, не на пустом месте, а на мусорной свалке, что несколько десятилетий росла в одном из районов города. Когда-то на месте ЛБН-парк были казармы советских войск, которые оказались полностью заброшены, и здесь со временем образовалась большая гора всяческого мусора. В 1999 году, в преддверии проведения федеральной выставки садоводства, этот заброшенный район изменился до неузнаваемости. Свалку холм высотой 50 метров и размерами порядка 600 на 800 метров, застелили специальной пленкой и засыпали землей, разбив сверху газон. Теперь бывшая мусорка поставляет биологические компоненты, из которых по специальным каналам выделяется газ, идущий в местную газовую станцию. Таким образом осуществляется теплоснабжение построек в самом парке, а также обогрев соседнего аквапарка. Окрестности вокруг бывшей свалки также преобразились. В ЛБН-парк появились выставочные павильоны и аттракционы для детей, монорельсовая дорога, концертный зал, интереснейший дом бабочек, зеленые лабиринты, цветочные газоны и сразу несколько ландшафтных зон. О зеленых технологиях напоминает также 25-метровая скалолазная башня, которую построили из панелей бывших девятиэтажек. Но бесспорно самый интересный объект парка, ЛБН-парк, башня Тысячелетия, Джихарта Сент-Тарм, одна из визитных карточек Магдебурга. Эта деревянная башня высотой 60 метров является, кстати, второй по высоте деревянной башней в мире после польской башни радиостанции в Глевице. Ее построили в том же 1999 году, и внутри разместили музей истории развития науки и техники, содержащий увлекательный рассказ о достижениях человечества за последние шесть тысяч лет. Башня имеет шесть этажей, на которых, в порядке хронологии, посетители могут найти массу интересного, изобретения древних времен и раннего Средневековья, эпохи Возрождения и 17-19 веков, современные исследования в области естественных наук и медицины. На выставке рассказывается о наиболее интересных и важных изобретениях, вроде водяного колеса, телескопа, географической карты, типографии, электричества, радио, об открытиях в области теорий пространства и времени, генной инженерии и атомной энергетики, множество тем и экспонатов, которые, кстати, можно потрогать своими руками. На 8000 кВ метрах разместилось в общей сложности около 80 интерактивных установок, демонстрирующих те или иные достижения человечества.